Субтитры сделал DimaTorzok Это значит, что я и мои друзья собрались для того, чтобы побросать кубики, посмеяться и рассказать историю о лауреатах премии Дарвина Которые вписались в самый опасный бизнес в Звездограде Сегодня мы играем в балканизацию во вторую серию нашей маленькой компании по системе Юпик Каей, редакция 7.62 Что у вас там? Я усы забыл Иди одевай, короче, будет перерывание Я думаю, что это не то, а не так Я не могу понять, в чем проблема Мы начали как надо, я считаю Где усы? Они там, по-моему Они там, да Они в рубке, по-моему Они в рубке лежат Пока можем... Да, разрядим обстановочку немножко Так Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Вот это я понимаю. Это не пропускайте. Так что, ребят, 24 по 27 февраля у нас проходит онлайн-ивент. Костя, когда 20... 2220 баллов. Да, и там куча игр. Там уже больше, чем 100 гэмов зарегистрировалось. Уже миллион людей. Все, ребят, ну, это опять. То есть в прошлом году кто писал, о, я пропустил. В этом году вообще не знаю. Ну, серьезно. Там все, от лекций до игр все будет. И балканизация. Правил еще нету нигде, только у Саши в голове. Но уже кто-то уже ведет их. А, кстати, ну, на самом деле, видишь, ты так наезжаешь. А я, между прочим, выпустил на Патреоне Юпика Ей по пиратам. Всего лишь пару дней назад. Как и обещал, фактически сразу после стрима правила появились на Патреоне. Сразу причем? Почти сразу. Нашла? Нашла? Отлично, отлично. Ребята, впервые в прямом эфире вы увидите, как Ване наращивают усы. Да? Да. Хорошо. Ладно. А, ты еще скотч? Да. Да, свеженький. Ну, давай. Он такой-то не такой. Да, это просто такой технический, его на стену. Я его сниму потом? Узнаем. В следующей серии. В следующей серии узнаем. Ладно, ребята. Саша, дайте этот же скотч волосы. Да. Супер. Здравствуй. Ну, а за здравие Йогичу, да. Спешу всем напомнить, ребята, что вы всегда можете подписаться на наш Твич-канал. Это поможет нам радовать вас контентом новым, более качественным, экстра-люкс-контентом. Как, как, так как, как вот тут в Звездограде только так делают. Понимаете, ребят? Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ничего нового. Вам будут доступны наши стримы до того, как они выходят на Ютубе. Вы сможете посмотреть их в записи. И, кроме того, просто поддержать то, что мы делаем все вместе. Если вы не можете подписаться на наш канал, зафоловьте наш канал для того, чтобы не пропускать уведомления о начале стримов. Ну, и просто для того, чтобы показать, какая у нас огромная пачка тут наша стая собралась, да. Далее, ребята, берете ссылочку на стрим, кидаете во все чатики, телеграммы всем своим друзьям, всем своим родственникам. Шарите в социальных сетях, постите на стену и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы показать, какое наше хобби деловое. Далее, ребята, обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети, в том числе на наш Дискорд. Огромнейший просто Дискорд. Приходите на Патреон за правилами наших маленьких игр, в том числе Балканизация, которая появится там совсем скоро. Подписывайтесь на нас везде, 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 особенно в Инстаграме. Прямо сейчас вы в Инстаграме можете запостить сториз о том, как вы смотрите наш стрим, насколько по-деловому выглядит просмотр вашего стрима, насколько это реальный бизнес, и вы не шутите просто. Постите сториз, отмечайте нас обязательно, и мы потом будем спамить этими сториз в наших сториз, и забивать этим эфир, чтобы люди видели, насколько много людей нас смотрят, и как это все круто выглядит. Поэтому постите обязательно, как вы смотрите, с чем и что. А еще у нас есть тикток. Оу! Да, вечерняя собачка, вечерняя кости. Мы пока что не знаем, что мы там делаем, но если вы там тиктокер, слышишь ты тиктокер? Тиктокер. За тиктокер. Тиктокер. Если ты за тиктокиш нас, мы будем выставлять тиктоки. Тиктоки. Так, тикток-ток. Мы, кстати, в пятницу пробовали фальшстарт, прогрев, прогрев. Прогрев. Мы отрепетировали, репетиция произошла в пятницу, сегодня будет представление. Да, ну да, у нас это все происходит так. Так, Мария Вячеславовна, пожалуйста, решите нам к пятнице, нам нужно сделать тикток. Проведите ресерч сразу. Проведите ресерч, да, давайте снимем. Вы отвечаете, вы у нас ответственно за тикток, короче, на следующую пятницу. Да, с этим всем мы проехали. И что еще? А кто такая Мария? Никто не знает, ее никто не видел пока что. Да, окей. Все, вроде бы, не знаю. Да, наверное, на этом все. Во вторник обязательно приходите на наш следующий стрим по ЭНО, потому что предыдущий был просто... Пушка. Просто пушка, бомба, экстралюкс, экстралюкс. Экстралюкс, экстралюкс. Да, поэтому обязательно не пропускайте все это дело, будет очень интересно, ярко, красиво. Там был полный рахат лукун. Да, там был полный рахат лукун. Чтобы это не значило, Виталик, прости, пожалуйста. Люблю вас, моя курица. Розовая вода. Да. Застыхшая. Ну и что? Застыхшая. Йокич отправляет. Йокич. Йокич, отправляйте сообщение. Ну, значит, то... Значит, 3-го числа в 8 мы собрали 7... А, ну нет, про то, про послание, да? Да. Значит, смотрите. Я в прошлый раз вас просил сделать хорошую вещь для нас всех. Сегодня я тоже хочу сделать такое, как бы сказать, такой заказ. Вы вместе сейчас, вот кто смотрите нас по этому каналу, через этот сайт, вы все можете взять и сделать хороший, значит, подписаться. Все, и все, все молодцы. Вы подпишитесь, вам хорошо, нам хорошо. Потом мы все пойдем в Макдональдс и вместе съедим там Макнаггетс. И все. Тут все просто. Я даже не могу еще вам что-то объяснить такого. Вы просто будете такие красавцы, что даже вам наливать все станут, ну, знаешь. Все, до свидания. Витя, можешь там сделать кнопку. Нажми. Все. 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 Принесемся в «Звездоград» в начало 90-х. Брюссель. 2003 год. Заседание суда по делу о «Звездограде». Жюри уже на протяжении двух недель, жюри присяжных не может на протяжении двух недель согласовать, консолидировать свое мнение относительно последних заявлений, которые были сделаны на предварительном слушании. Свидетели, которых вызывали один за другим, путались в показаниях. Многие из них устраивали беспредел прямо в здании суда. Часто их приходилось успокаивать и выводить из здания суда. Судебные приставы работали не покладая рук. Немногие заявления, свидетели этих событий, разошлись по газетам и новостным сайтам, по новостным телепередачам громкими заголовками. Невероятно резонансное дело, случившееся в «Звездограде» в далеких девяностых, до сих пор будоражит умы и... «Воображение», 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 «Девяностые», «Звездоград», «Молочная фабрика», «Молоко льется», «Переливается» из цистерн в цистерни, «Автоматическая конверная линия работает», «Не покладая рук». «Ночь». «Посреди молочного цеха стоит автомобиль марки «Мерседес», «Бенц», «Бели», «Номера», «Зброје 1», «Борт номер 1», «Министерства оборони», «Звездоградској окупационној зони». «Ранше принадлежало лично генералу мајору Ракитићу. Нене похищен неопределённими лицами действующими, очевидно, как организовано је преступно је группирование. «Издалека слешно звук приближающихся милицейских сирен». «В багажнике в головках чеснока лежит тело». «Звони мира Бобана». «Мера» «Звездограда». «Человека, удержававшого баланс между криминалом и бизнесом». «Без которого Звездоград и вся демилитаризированная зона можат очутиться на краю гибели». «Немножечко дальше от того места, где они были перед этим, на краю гибели». «Немножечко ещё ближе к краю». «Типа, когда склон и ты уже почти со склона вниз». «Около автомобила стоят четверо, а на заднем сиденье лежит тело американца». «Около автомобилей». «Ох, ну...» «Цо робить?» «Що я, шо ты... «Кстати, я думал, а что дуть в багажнике? Что мы будем делать с этим трупом?» «А что мы будем делать с вот этим? Кому отдадим?» «Я думаю, что кому бы мы не хотели отдать? Американца или труп? Нам надо уйти полиция, тут не отдавать же трупы полиции». «Столько молока». «Приближается сирени». «Цо, тут норлили столько молока. Слушай, давай уедем отсюда». «Подождите!» «Молоко белое». «Ну и что?» «Мерседес белый. Давайте спрячемся». «Ты... и как ты себе это представляешь, Зорика?» «Я не знаю, но я знаю, что мерседес белый». «Генеально! Белое молоко. Молоко кофе. Кофе белый мерседес. Давайте выльем молоко. Как это должно работать?» «Но мы же утонем. Роналду». «Ты умеешь плавать, Роналду?» «В молоке нет». «В молоке не умеет». «А ты умеешь?» «В молоке нет». «А ты умеешь?» «В молоке нет». «А ты умеешь». «Ну, если мы все залезем в эту машину, закроемся, там стеклопакетник, все. И может, мы там сможем там внутри перебить некоторое время». «Сирены еще ближе». «Я видела, Клеопатра купалась в молоке. Если Клеопатра купалась, то мы сможем, но». «Ну, давай, Зорик, отцепляй к фаркопу бидон». «Что?» «Крючок сзади машины из-под бампера торчит». «А кого? Что?» «Бидон. Переворачиваем бидон с молоком». «На себя?» «Куда-то». «Тогда будем, как сирена приедет, только милиция приезжает, мы тогда открываем огонь. И молоком. И оно нас заливает, и они нас не видят. Думаю, тут просто бидон перелился». «Надо заехать туда вот на машине в эту вот подставку. Вот это, где туда наливается молоко, а потом оно крутит, крутит, крутит и такой в сметану делает. А если мы туда заедем, и там оно нас заполнит, мы поднимем стеклопакетник и там пересидим, полиция заедет, увидит, что нету никого и поедет на сметану». «Всовсем близко сирены». «В сметане переходу». «Да, я хочу осмотреться, посмотреть, где начало ленты, которая завозит сырье, на которое можно заехать». «Я думаю, что особо искать тут не нужно. Довольно крупные заводы, там большие конвейерные линии, там действительно едут такие большие ванны, в которых туда заливается молоко, молочно-сырная масса, молочная масса и все такое. Я думаю, что вы сможете туда заехать очень резко, но вы слышите, как уже, знаете, тормозят милицейские автомобили во дворе и слышно, как шины шерстят уже по этому асфальту». «Ой, Слав, давай, давай, газу, 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 подставку». «Быстро дергают ключ зажигания и газуют». «Хорошо, Мерседес заскакивает на линию, вылетает на линию, знаешь, колпаки, которые стоят на колесах, они вылетают в стороны. И вы заезжаете в одну из этих ванн, которая ползет по конвейерной линии и сверху там переливается уже здоровенная цистерна, откуда молоко, знаете, заливает перед вами ванну и уже наклоняется над вами сейчас». «Поднимайте, закрывайте, закрывайте». «Подождите, подождите, там ваши старые машины». «И заливает, начинает заливать молоко, короче, ванную, в которой вы находитесь». «И действительно, знаешь, может быть, стеклоподъемники не поднимают до конца, приходится докручивать, докручивать». «Дожать, нажать». «Да, кто докручивает, кто докручивает?» «Я буду тоже…» «Все, каждый свое…» «Все, все свое же накручивают». «Я еще дворники включаю». «Все, дворники начинают фигачить, вы начинаете подкручивать стекла, молоко заливает ванную, полиция врывается внутрь цеха и как раз в этот момент начинает, знаешь, молоко полностью заполнять эту ванную, в которой вы находитесь». «Так, кто докручивает, кто докручивает, все докручивает, хорошо, сделайте мне, пожалуйста, проверку на резкого, для того, чтобы быстро докрутить стеклоподъемники». «Девять». «Да, проходит, проходит». «Девять». «Пять». «Пять». «Семь». «Семь». «Восемь». «Восемь». «Хорошо, два стекла поднимаются до конца, а два не до самого конца, и молоко начинает заливать салон Мерседеса, медленно-медленно стекая по окнам. И в какой-то момент полностью, знаете, заливает Мерседес молоком, и вы оказываетесь в тишине, в молочном…» «Плену». «Плену». «Вы оказываетесь в молочном плену, и только ощущаете, как пока покачивается в ванной этой Мерседес. Я думаю, тут, я думаю, тут даже музыка другая нужна. Сейчас. «Поисло». «Да, Зорика». «Ты не знаешь, что потом с тем молоком будет?» «Нет, ну, салон дорогой». «Это будет молоко Мерседес класса. На базаре продадим. Страшно». «Молоко вокруг вас заполняет все. Через некоторые щели молоко стекает в салон». «Смотри, протекает». «Размакают коврики под ногами». «Мы можем его пить, чтобы оно не заполняло салон». «Вы видите, как на лицо американца молоко начинает стекать, и он начинает просыпаться медленно на заднем сиденье». «Ой, сейчас проснется». «Я так волнуюсь, что ему сказать?» «Хэллоу». «Кто умеет говорить с американцами?» «Кто по-английски говорит?» «Вот это мы свои слова чуть-чуть». «Банана». «Банана». «Да». «Ну как? «Банана». «Банана». «Давай соберем у него…» «Джинсы». «Джинсы». «Да, джинсы у него с ним». «Нет, нет, это слово ангельское. А чемодан у него, он у него…» «Прикон он наручником, да?» «Да, пичку, матерь, надо перекусить зуб, щипцы надо». «В какой-то момент американец открывает глаза. «Американец». «Всем привет». «Фук». «Оу, курва». «Хэллоу, банана». «Что здесь происходит?» «Виктор такие…» «Мой зовут Бен». «Бен?» «Он говорит на нашем языке». «Бен Бен». «Бен Шумейкер». «Я люблю Coca-Cola». «Coca-Cola» – очень хорошо. «Американец, ты просыпаешься на заднем сиденье Мерседеса. Вокруг как будто Мерседес попал в лавину. Но только это не снег, а молоко. В некоторых местах стекло не до конца поднялось, и молоко заливает солом. Медленно-медленно уже заполняет где-то по щиколотку днища автомобиля. Издалека, как будто приглушены, доносятся шум полицейских сирен и крики полицейских. «Где они? Ищи их! Ищи…» «Что здесь происходит?» «Ты упал на базаре, и мы тебя подняли и отвезли в больницу». «Cola упала?» «Не помню ничего, не помню». «Welcome to молоко». «Я, знаешь, тянусь к двери, хочу…» «Стоп, стоп!» «Джинс!» «Я знаю, просто тыкву в бачку». «Джинс!» 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 «Стоп!» «Стоп!» «Что делаем?» «Милк!» 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 «Стоп!» 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 «Милк!» «Мы на авто мойке, да?» «Да, да, да!» «Мы ждем, пока проедет мойка, и потом мы выйдем отсюда и поедем…» «Стоп!» «Мой хотел». «Вы меня туда отвезете?» «Подожди, подожди. Что хотел?» «Хотел! Где я там живу?» «Так, так, тут так с девушками не говорят, э, американец! Не хотел, хотел! Спокойно!» «Им, извиняюсь, но нет, я живу в отеле, в центре Светлана». «Понятно, что ты жить хотел!» «Ладно, ты будешь жить!» «Ваши разговоры продолжаются внутри салона автомобиля. В какой-то момент вы понимаете, что воздуха становится мало, но полиция все еще шумит в цеху. Вы чувствуете, как цистерна начинает в какой-то момент двигаться и начинает крутиться вокруг своей оси. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! С-метана! С-метана сейчас будет!» «Готовьтесь задерживать тихонько» «Это, вот, горки» «Роллокостер» «Держи, пристегнись, братан» «О-о-о-о-о-о-о-о…» «Я не очень чувствую себя хорошо, я могу не выдержать это» Мерседес начинает вращаться вокруг своей оси, молоко начинает закручиваться в небольшой такой вот оборот вокруг вас, полиция все еще снаружи, они все еще не позволяют вам высунуться, молоко заливает постепенно салон, и там все меньше и меньше воздуха становится. Мерседес начинает в какой-то момент все быстрее и быстрее раскручиваться, вы чувствуете, как вас начинает с интробежной силой вдавливать стенки Мерседеса, прижимая к бокам. Светлоград Интерстелла. Томми, я добрая! У меня молочная болезнь. Меня мама так на карусель повела, как у меня не было жизни. Я не переживаю лактоз. Я не чувствую себя хорошо. Воздуха становится все меньше, скорость вращения становится просто озвездительная, вас прижимает к боковым стеклам просто и вдавливает в сиденье, как космонавтов настоящих. Вы начинаете покрываться потом, да. А можно ли воспользоваться этим моментом для того, чтобы дотянуть окно? Меня и так вдавливает и этой силой воспользоваться, чтобы дотянуть окно. Ну, знаешь, в какой-то момент, может быть, ты действительно подтягиваешь окно, но воздуха от этого не становится больше. И вас все равно начинают давлять. Вы понимаете, что у вас воздух вот-вот закончится и вы потеряете сознание от перегрузки. Полиция все еще в цеху. Вы не понимаете, что вам делать. Выбираться наружу под... В руки полиции? Никак. Роналдо. Да. Или остаться в молочном плену. В багажнике есть еще немного воздуха, вот кинь сидушку. Там мертвый бобан. Ну вот там воздух. Роналдо, откидывай сидушку. Сейчас срочный воздух. Ладно. I'm sorry. Это банана. Так, ты так лежи. Вот так вот. Давай. А как это? Спокойно, спокойно. Будем дышать по очереди. Паник. Это эксперт. Это нормально. Панику у нас быстро лечит. У нас жестокая. Держи. Выпей. Это медицин. Что? Ты считаешься выпить, знаешь, что это татая центробежная сила. Водка, 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 затекает и растекается по лицу. Это лучше? Все, давай, давай, американец. Роналдо лезет к заднему сиденью, чтобы откинуть его назад. И пустить немножечко воздуха в салон. Роналдо, сделай, пожалуйста, проверку на дерзкого. Для того, чтобы добраться в перегрузке к заднему сиденью. К рычажку. Кто-то мне помогает? Да. Понял. Не получается, да? Нет, так помогает. Там Зорика на заднем сиденье. Окей, что ты делаешь, Зорика? Я... Там же сиденье, оно ж... Какая часть? Надо его сложить. Помоги ему в это вот. Наверное, просто, знаешь, протягиваю руку помощи и вместе. Эдвич, ну давай сделаем то вместе. Да, это еще раз, еще один, можно или как? Да. Три кувана. Ээээ... Все равно не попадать. Все. У нас есть один переброс. У нас есть один переброс. Что? Да, да. Не-не, вы делаете то, что хотите. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Что это? Это правда. И пейте в языке. О, живот, пейте, пейте. Шмур. В какой-то момент вы слышите позади крики. Уходим, уходим, все, а их тут нет. Мигалки удаляются, в какой-то момент наконец-то останавливается центробежная сила. Мерседес останавливается в сметане весь. Вы можете выехать медленно из ванны. Знаешь, я завожу, наверное, заводится не с первого раза. Да. И поднемногу выезжаю медленно. Наверное, выплевывает сметану. Знаешь, фары сначала из этого желтые. Или ксенон фары, наверное, выезжают из сметаны. Ксенон фары, выезжают из сметаны, и Мерседес выезжает из ванны. И размазывает сметану. Разматывает сметану по лобовому стеклу, и вы выезжаете в цех. Зато в сметане никто не узнает, что это за машина. Молочная ванная. Звездоградская из Буретения Американец. Смотри. Какие-то новые технологии. Да, у вас таких технологий нет, у нас они уже есть. Это фолировка. Да. Фолировка. Слушай, это вот... Так, где мой кейс? Да, Лопотон. Да. Да. Что там у тебя? Это документы. Что за документы? Я представитель Македональдс. Македональдс. Македональдс? Македональдс? Я приехал сюда, чтобы не было права, где мы строим Македональдс. Македональдс будешь строить? Я юрист от компании. Кто ты? Юрист. Лойер. Акц? Лойер. Лойер. Кто ты едет лойер? А в каком городе жил? Я из Чикаго, Линнайс В Чикаго? Нет, в Чикаго Буллс Я знаю, знаю! Это такой парень, который прыгает Как его там? У соседа был плакат Йорда Вы любите баскетбол смотреть? Что? Баскетбол любите смотреть? Нет, я видел этот Там был такой Усы белые У него были такой Стравый такой Пух прыгал Хоган Рестлинг? По телевидению видели по спутнику В хороже у меня А все приходили смотрели Рестлинг У вас клуб рестлинга есть? Джим Есть клуб рестлинга А, и да, Джим Есть, но есть Джим Ёлкиш, ты не позорь нас Джим, ты тоже у нас рестлинг Джим Джим, да Джим, есть, Джим О, ты идешь в джим Так, джим ходим Так, джим Так, вот, джим Какой-то момент в салоне Мерседеса начинает зводить сотовый телефон Что это? Что это? Что это? Где звук? Это бомба Между сиденьями передними Возле коробки передач Есть сотовый телефон Ты знаешь Пуп-пуп-пуп Алло Алло Прием Алло Говорит фараон Документы у вас Да, да, да Скажи да Да, да, фараон Да Документы у нас Тогда встречаемся в назначенном месте Жду вас А где назначенное место, фараон? Готель и турист Готель и турист Номер 323 Номер 323 Как и уговаривались приходите один с документами С документами один фараон, да Все как договаривались Скажите, что вы к фараону К фараону Помните От вас зависит судьба Звездограда Дойны И всех Балкан Да Конец связи Конец, конец Фараон Кто-то ложит трубку на противоположное количество Я держу до сих пор телефон Готель и турист Номер 323 А, то запомнила Ну что там у вас? Документы Вы тоже кому-то везете какие-то документы? У нас есть документы У него есть документы У него есть документы Давайте заберем у него документы И отвезем его Скорпиону или Радову И туристовотел Вы едете в интервист? Хотел? Интервист Хотел? Не хотел Не то Вы туда едете так подкинете меня по дороге Ну а Радова на Скорпион? Так получается американец Что у нас Нам бы эти документы Пиздец Курац Нам надо Они тоже Документы нужны нам Очень нужны И американец тоже нужен У него не прикованный наружник Макмэр Ну а где ключ? А ключ где? А ключ где? У брата Не переживай Я ударился головой И не помню где ключ Может быть он в отеле Что ты там хотел бля? Да что хотел? Да что ты хочешь? Мой номер в отеле Там будет ключ Я думаю там ключ будет Да не знаю я твой хотел номер Роналду Интервист Он не открывается без ключ Давай поедем к твоему брату Джимми? К Джимму И отрежем просто болгарку И все что там есть Не надо отрезать мне руку болгарку Да не руку Руку твою Радова отрежет А как мы отрежем? Кто такой Радуан? Кто такой Радуан? Ну ты может познакомиться с ним Может скорпионом То как судьба карта ляжет Как получится Да то еще не точно Момент Послушайте меня внимательно Вы хотите много money Денег Вы мне поможете Доллары? Я вам заплатить много денег Money Доллары? Сколько? Сколько долларов? Сколько долларов? Тысяча Что? Каждому? Нету только денег Каждому Тысяча долларов это такая цифра от которой люди в обморок падают Нету столько денег нету столько долларов На звездограде столько денег, напечатано столько, не ври, американец. Даже в главном банке нет. Ты что? У тебя нет долларов, то, что ты американец не значит, что ты машешь столько долларов. Пускай ты хоть один. Прямо со мной я достаю один доллар. Один доллар. Вы когда-то видели доллар? А давайте по-честному, кто из вас видел доллар? Я один раз меняла. Ну давайте по-честному. Йокич, ты видишь доллар? Я видел в кабинете министра в рамке. У министра обороны в рамке был доллар. Чуть коричневое там сбоку было, но это был настоящий. Доброе, Дакович, а ты видел доллар? Я видел доллар, как он случайно торчал из кармана у одного мужика, которому я угнал мерседес. Хорошего родаута. Ника в жизни. Фальшивый вид. Я видел такие черно-белые напечатанные, которые пробовали. Я пробовал пару раз менять на базаре. Один раз получилось. Потому что валютчик не везет доллар в доллар. Скорпион, когда джинсы покупал. Он пришел, у него был один доллар и... Но его сразу забрала Ванга Чорджевич. Забрала доллар, не дала даже потрогать. Доброе. Знаешь, я перебираю этот доллар в руках и он шелестит. Я его выпрямляю. Вы слышите этот хруст бумаги приятный к ушам вашим. Настоящий. Ты что, американец, думаешь, что нас можно так-то подкупить? Да. 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 Я знал, что с вами можно договориться. Это получается по 250 долларов. Это можно... Ой, английский. Проклюнулся. Это получается... Сорик, ты в английском говоришь. Я говорила что чуть-чуть. Подожди. Это получается, можно купить точку на рынке. Можно купить машину. Можно купить дом. Три этажа. Жил площадь. Три этажа. Можно купить собаку дорогую, красивую. И меня... Собаку можно купить. Собаку? И нету крису, что... И нету крису, что у Ванги Джорсович, а нормальную собаку. Красивую. Такую пудель. Коли. Коли можно купить за доллар. Ну, как ты не... Овчанку. 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 Так, американцы... Ваши едики 50 долларов потратила. Вообще 200. Американец, говори, куда тебя вести. Быстро, быстро. Чтобы сразу... Чтобы тысячу долларов заработать за час. Давай. Это нужно найти место для того, чтобы... Реал-эстейт... Купить Реал-эстейт. И я вам дам комиссию. 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 Проценты. Комиссию. Что бы хотеть? Комиссия, это, наверное, 100 долларов. Комиссия обычно приходит, и тогда все заканчивается. Понимаешь? Ну, вы не понимаете. Там суммы... Баснословные суммы денег. Процент, один-два процент, и будет вам тысяча. Не, нам нужно тысяча, не один процент. Не один процент. Слушай, ты нас не нахуй добре? Да. Один процент? Тысяча. То это все... Кредит, дебит, мне не надо это все. Нужно выбрать точку. Реал-эстейт. Мне перечислить деньги в банк. И мы снимем деньги. Я вам дам тысячу. Как мы договоримся? Что такое Реал-эстейт? Я не понимаю. Мы Эл ВОВОЗА. Серьезные люди. Эл ВОВОЗА. Серьезные люди. Эл ВОВОЗА. Серьезные люди. ЛТД. ЛТД. Мы все решим. Очень быстро, американец. Что такое? Здесь лучше Реал-эстейт. Что такое Реал-эстейт? Что такое Реал-эстейт? Недвижимость. Мы сейчас недвижимость, но... Ты просто... Брседэн стоит в цеху. Загрязняет молоковы хлопными газами. Нужно... Пятьсот квадратных метров, как минимум, нужно Реал-эстейт. Что? Не хочу тебя... В центре. В центре. В центре. Лопти, слушай. Ёй, бе-бе-бе-бе-бе-бе. Все вот это... Давайте уже вот едем. Вот чудо наконец-то. А ты куда едем? Поедем. Таин турист едем, нет? Таин турист. А ракет этот... Скорпион... Ну он не даст нам тысячу долларов. У нас нет документов. Надо открыть этот багажник. Слушай, бля. За тысячу долларов мы купим документы. Мы купим... Мы купим Скорпион. Скажите только мне... Не рад, Ована. Из... 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 Изющего. Он спрашивает нам в багажу. Куда у нас такой? Эээ... Мир... Мир, это мер города. Мир города. Почему неры? Эээ! Мертвые. Давайте воскинуть его... Он мер мертвые. Давайте в молокое васкинуть. Пусть думают что он там... Мда, вон там... Задохнулся. Это... Вы... Очень нулогально. Он осметанился. Вотborn отissimo. Хаааа молоко good for... Не легально хааааааааам. Молоко... Американец, слушай, смотри на меня, смотри, ты, короче, так, а потом утром, а потом молоко, о, видишь, плохо ему. Это очень нелегально. Не, не, легально, давай его, помоги мне, вставай, большой. Подожди, мы все посмотрели у него в карманах. А, да, ну это, чтобы не закисло, мы вынимаем его, там это, вот, деньги, чтобы... Вы не можете это делать, you need to call the police, позвонить полиции. Ты что, дурак? Ты что, дурак? Курак! Пиджак мой, если что. Это криминал какой-то тут происходит. Ну отожди со своим криминалом. Я хочу залезть, знаешь, через заднее сиденье просто туда, в чеснок. И осмотреть, ощупать злату мира бобора. Да, и я хочу использовать свой скилл базарного коммерсанта, так как я продаю много одежды, я знаю все возможные местонахождение карманов, где может быть что-то вшито, зашито, дополнительная секция. О, скрытый карман. Окей, 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 добре, добре. Сколько тебе никто не мешает, ты просто лезешь туда, начинаешь там копаться, я скажу, что вы там нашли. Ну, давай. В карманах Златомира Бобона, мэра Звездограда вы находите одну дискету и бутерброд с топленым салом и Д-шесть динаров, то есть четыре динара. Кто у вас бухгалтер, записывайте деньги. Коммерсант. Ко, я? Ну, математика, то мое. Ну, то есть, на пожаре торгуешь. Но, дискета была действительно зашита в пиджак. О, ту дискета. Кома, мая компьютер. У меня есть в гараже, это такое, сет, видеомагнитофон. Там можно получить туда дискету, это. О, да? На. Это по-турецки поют, или, мне кажется, я не знаю. Кто голодный? Я скушал. Ну, давай. Зорика, ну давай, выталкивай его. Я нажимаю курицу. Подожди, я тебе пиджак снимаю, ну. Давай, давай, а потом выталкивай его, и чтобы и чеснок не выпал, смотри мне. Ну, это добрый, да. Зориканец, идем, вымем его. Надо его, это, чтобы он пришел в себя. Он мертвый, не может прийти в себя. Он пьяный. И когда раки упьешь много тут, в Балканах, ты будешь тоже мертвый. У него ранит кровь. Американец, американец. А это кетчуп. Смотри, он еще дышит. Нажимаю ему на пузо. Я не стюпид. Я вижу эту труп, что ты мне рассказываешь. Я не стюпид-тюпид. Вы достаете труп из багажника вместе с американцами. Да, мы в Балканах. А американец, а американец еще чемодан к руке. Он поставил за ним чемодан. Давай, давай, давай. Я, знаешь, когда мы выходим из тачки, я осматриваюсь, куда бы свалить. Потому что мне очень неуютно в их компании. Кстати, тут плюс тридцать девять. Окей. Да. Клим в Балканах и сметану обвиняют. Я так несу и смотрю, знаешь, этот взгляд, когда приезжает иностранец и какой-то вот такой вот, как будто инопланетянин приехал. Я такой, а у вас американец вот так делают, вот так вот в сметану труб кидают. Это у вас какой-то традиционный такой? Да. Традиции. Боженко. Смотри, надо сделать. Так, хрестится. Покуси еще раз. Да, вот, вот. Нет, нет. Смотри, давай кидаем. Кидаем. Хоп. Пару слов. Братославия. Да, да, да. Бобан. Ты был пичку курац говно человек. Мир покроет тебя в сметане. Плюй в сметану, но. Да счастье. Он не тонет там. Он всплыл. Говорят, говорят, что говно не тонет. Знаешь, кто? Священный обряд Балкана из-за Звездограда. Подожди, 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 подожди. Да, я пытаюсь. Сделай, пожалуйста, проверку на ровного. Ровный. Девять. Девять. Ты должен был встретиться с генерал-майором Ракитичем. Ра... Ра... Распутин? Нет, Ра... Да, Распутин. Распутин. Ракитич. Ну, а ты смотри, Ракитич. Показывай на военную форму. Генерал. То я его знаю. Ты не генерал? Генерал. Генерал. Генерал-майор. Генерал-майор. Ракитич. У него свой гараж даже есть. Его машина? Гараж есть. Генерал. Я тебе махал, уруди сюда, ты упал головой. Мы уже встретились или еще не встретились? Мы встретились. Я не помню. Мы встретились и мы ехали туда, чтобы... Подписайте договор, правильно? Да, да, да. Мы ехали в отель. Да. Открыть эти тимуданы, открыть деньги должен был мне передать. Аванс, правильно. Да. И этот. И документы получить, ну, подписать все это. В этом отеле. Поехали. Да, поехали. У меня там есть хороший виски. Сингельмальт. Пью когда-то виски. И этот. Вискингальт. Сингельмальт. Сингельман. Немец, немец. Нормально. Немецкая, что-то. Немецкая. Сингельмальт. Поехали, поехали. Ну, поехали, выбери. Запрепите этот дел. Дел, дел, дел. Заходи, дел. Мы поедем на этом? Да, белый Мерседес. Сметанкова тачка, нормально. Сейчас проедемся, все это выметрится. Ладно, ну раз у вас так положено, то поехали. Можно и закусить сразу сметанное, если хочешь. Чеснок берешь, сметанку макает. Держи, держи, давай. А где твой? А вот он, держи. Так, смотри. Берешь вот так вот, смотри. Смотри, смотришь американец, смотри. Берешь вот так вот сметаной, так. Так, на палец. Брошь так. Брошь. 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 Обжигает губы. Горячая вода, огненная вода. Горячая вода. Очень вкусно. Это ваш местный деликтес. Ты шо нюхнул как? Это пить надо. Я сделал маленький сып. Сып? Звездочкой, 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 звездочкой. Я звездочкой с чесноком передираю. Сып. По салону у нас разносится аромат чеснока и звездочки. Где ваш сып, показывай. Он смешивается с запахом сметаны в плюс 39. Ну так. Знаешь, я хочу взять его просто за шиворот и намазать ему шею. Ну все начинается с головы и поэтому... Ты хочешь мне массаж сделать? Я намазываюсь с чесноком вот где-то в этой области. Массаж. Я говорил, что мне нужен массаж. Она делает массаж, да? У нас тут не делают массаж. Не делают массаж. Я такими клочьями с чесноком просто оставляю здесь. Вот эту жижу и в конце заряжаю. Котово! Флешка. Флешка, флешка, да. Ну что, поехали? Поехали. Это было очень рефрешинг, спасибо. Заводишь автомобиль из вот этих решеточек, откуда дует воздух. Оттуда сметана так в салон. И вы трогаетесь и едете по улицам ночного Звездограда. Мерседесы уже нет. Раньше фильтры ставили нормальные. Да, на сметану. Едете по улицам ночного Звездограда. Люди ходят. Некоторые не ходят. Некоторые их задерживают. Бо комендантский час. Но белый мерседес даже в сметане никто не смеет остановить. Куда едем? Эльвовоза. Индурист. Ты там живешь? Индурист. Да. Пусть, ну, они откроют тебя чемодан. Мне нужен ключ. Он в сейф. В номере. А мы там просто с тобой как твои доверенные лица. И это все там будет. Сфиксируем. Да, конечно, генерал. И да, меня тут все знают и мы все заберем. И попвезем куда надо. Потом можно прийти партии. Пойти, пойти, потом пойти домой. Ну, пойдем. Виски, девочки, как вы любите здесь? Знаете, где тут можно хорошенько отдохнуть? Мы были в музее недавно, там выпили чуть-чуть. Клуб транзит, транзит. Да, клуб транзит. Нужно отметить хороший дел. Виски и экспрессо, это наш профиль, да. Да, люкс, люкс. Экстра. Экстра люкс транзит бар. Трансбар? Трансбар. Да, трансбар. Трансбар. Да, трансбар. Бизнес ланч. Бизнес ланч. Бизнес ланч. Это какой-то дайнер, нет? Я говорю, nightclub. Да, да. Дайнер, nightclub. Что? Я так вот говорю. Слушайте, ну, мои. Я, короче, школу не закончил, английский не очень. Вы, если что, там подмигиваете, что он говорит. Потому что я делаю вид, как будто понимаю. Он тут вот, там говорит. Но он не на нашем же говорит. В конце он сказал, что нет клаб. Может, ну типа не хочет в клуб? Может, пойдем в рандеву просто? Стрептиз? Можно туда тоже. А что там? А что там? Стриптиз-клуб. У вас что там? Какой стриптиз-клуб? Такой там... Вы что? Очку Спиридонас, но. Очку Спиридонас придет. Какие голые бабы на шестах? Вы же в Звездограде. У вас нет стрип-клуб в Звездоград? Так это не Америка. Голые женщины везде. Ха-ха-ха-ха. У дулые бабы не ходят. У вас одежда есть. Культурно-инапроприет у вас здесь или что? Чё тебе там инапроприет? Проприет? У меня столько с этим американцами. Да, надо кого-то переводчика. Кто-то может знает там... Это я слышал... Кто был в Америке у нас? Может кто-то был в Звездограде? Кто переводит? Туча там с кем-то ездил. Туча был в Америке. Туча был в Америке. Офигенно. Хорошо. Он везде говорит. Надо будет потом Тучу привезти, пусть он переводит. Дадим ему там 1 доллар. Да нет. Он нам даст долг за то, что мы его познакомим с американцами. Туча нам должен еще. Да. Мы у него заберем его велосипед. После того, как он его починит. Туча... В смысле? Туча такой человек... Сука, у него 100 говорок есть на все. Заедем давайте за Тучу. Как раз еще в месяце еще один человек. Нас как раз 5, как раз, чтобы не комфортно было. В смысле не комфортно? Еще двое сюда спокойно. Еще и за братом твоим, за Болгархин. Да, да. Всякий случай возьмем. Так, давайте идем за Тучей тогда. Забираем, он будет переводить. А то тут что-то балакает. Тут бла-бла-бла. А я не понимаю. И поедем потом уже делаем дела. Стриппиз, хотеть кого-то постоянно. А кто знает, где Туча живет? А где Туча живет? Туча там возле меня. Туча не живет, Туча работает. А Туча где-то живет. Кто знает, где он живет? В кооперативе он не живет. Он сам в гараже живет. Ну пошли, посигналим ему. Давай, едем. Да, поехали. Куда вы едете? В Интурист. В Интурист нет туда. Да. Вы заезжаете в гаражный кооператив. Где тупо гаражи какие-то мрачные. Некоторые гаражи открытые. В гаражах горят маленькие лампочки. Там сидят мужики, курят сигареты. Играют в домино. Знаешь? В моговых пузах. На майках алкоголичка. В шлепках. Некоторые из них выходят из гаража и провожают первый Мерседес взглядом. Каждый с сигаретой. Проезжаете мимо деда, который сидит в тазике, моется. Знаешь? Дети с собаками бегают. Бьют собак. Иногда останавливаются. И потом начинают бежать за Мерседесом. В некоторых гаражах, которые открыты. Там квартиры. Там люди живут просто в гаражах. Моют всякую, ну, простыню. Готовят кушать. Вот это все. Проезжаете, проезжаете дальше. Мимо разбомбленной плазы. Куда упала бомба. И дальше вы проезжаете и доезжаете до офиса Христотучи. Христотучи. А, вы меня повезли на экскурсию, да? Да, стриптиз. Экскурсия по городу. Да, будет тут стриптиз. Пошли. Надо. Пошли. Хорошо. Да давайте, что мы будем идти? Пускай туча идет. Мы на белом Мерседесе. Давайте просто по сигналю. Да, сигналю. Зажми просто. Зажми просто. Туча! Выходи! Выходи! Серьезный бизнес. Проходит некоторое время. Сверху выглядывает вооруженный молодой человек. Заглядывает назад. Дверь опять открывается. Выходит еще кто-то смотрит на Мерседес. Заходят. Потом выходит туча. Напуганный. Туча выходит в своем банном таком халате. Тянет за собой телефон под мешку. У него так телефон. Не буду вложить под мешку. Тут микрофон. С телефоном. У него тут гарнитура такая от мобильного телефона. Заглядывает. С телефоном. Такой выходит. Смотрит на Мерседес. Да да да. Подожди. Подожди. Мерседес. Бэнц. Бэнц. Глоксон! А ты, конопи! Вложит в телефон. Подходит к стеклу. Стучит в стекло боковое Где велосипед? Садись в машину, Туча Нам нужен переводчик Меня зовут Бен О, ты американский Привет, американец Привет, американец Ты из... Как это? Веговар... Веговар... Чикаго, да О, Туча, ты не совсем дурак Ты бизнесмен Я учился в Лондоне Ты транслейтор Нет, транслейтор Я бизнесмен Я серьезный бизнесмен Но ты лезешь в машину бизнесмен Или что? Так Откуда у вас Мерседес? Потому что мы теперь реальный бизнес Мы деловые люди Элвоза ЛТД Вчера ты был наверху Теперь мы Все, машину Садись, покажи ему доллар Видишь? Откри, садись сюда Американ джрин Американ джрин О, это то Созь от своего асистента молодого, вооруженного человека Отдает ему телефон Я вернусь Смотрит на вас Это круто Вы все зарабатываете по одному пункту круто Он подходит, открывает салон Садиться На заднее седение рядом с американцем Прижимаясь, так захлопово дверь Христо Бан Ооо Здравствуйте! Здравствуйте! Что он говорит? Говорит, что у него такой американский очень выговор Американец. Говорит, что очень рад всех вас видеть А, да. Спросил у него А у американцев это правда, что у них члены? Аааа Дикабол 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 Я говорил, что тут все знают Да, я вот Дикабол, а ты Дикабол Я Дикабол Что? Молчит Молчит Пойдем в баню и узнаем Молчане А зачем тебе то знать? Просто интересно в кино Так Ты угощайся чесноком, если хочешь О! Этот не бери, видишь промокший, он плохой Аааа Он со сметаной уже просто Доброе, доброе Поехали в интерес, правильно? Так, подождите, так, подождите Так, стоп, стоп Это что бизнес? Такой радованный бизнес? Он вам дал такой бизнес? Это наш бизнес Это генерал Ракитич Я с ним должен Подписать документы Дуча Смотри на Документы Ракитич О, генерал Дружи Дружи Да Я часто бываю на Брюсселе Лиссабон Вы оборона и промышленность как-то занимаетесь Оборона, да Я, кстати, видел у вас на номерах Зброя 1 То, о чем я думаю Не, не, не То похоже Случайно То так получилось А что американец говорил? Говорил, что, ну, приехал встретиться с генералом Спросите, пожалуйста, генерала При себе ли у него документы на real estate Документы маешь на недвижимость на жилплощадь? На квартиру хочет документы Сейчас Зорика, хочешь чеснок? В гараже есть Не, спасибо Я уже ела Хочешь сметану? О! Я знаю, что стекла смазываю Слушай, Войслав Мне кажется, что меня обманывали В детстве Я знаю английский Я понимаю, что он говорит Ты знаешь Мне кажется, меня тоже Немножко обманывали Да Американцы оказываются Английский Стоп! А может, в Веселграде говорят на английском Это мы просто хорошо Мы просто Эти Мама говорила, что я полиглот 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 Полингвалы? Билингвалы Билингвалы Полиглоты 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 Я не знаю, что ничего не глотал О чем? О чем они говорят? Переводи, пожалуйста Они говорят, что мы тут все Много глотаем языки Всякие Знаем английский Но не все знают Ты уверен, что ты правильно переводишь? Я учился в Лондоне Просто у них произношение Вы не понимаете Вот это произношение Чикаго болл Доброе, то немного отличается от Чикаго болл Да Нью-Йорк Ты любишь баскетбол смотреть? Я больше люблю палка Баскетбол Баскетбол Какая твоя любимая команда? За кого ты блеешь? Любимая команда у меня Сан-Франкифско Гиганты Баскетбол Ты думаешь не видишь Лигу? Да Лига Да Но между прочим делом Что вы видите? Нахера он вам нужен Одно слово тут Македональдс 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 Да, мы Это в гаражном кооперативе Соседний гараж Тоже Кто будет построить Македональдс Прямо в гаражном кооперативе Синдро Доверенность 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 Генералная Кстати, доверенность Подожди Я смотрю на эту генералю Подожди Он говорил ему надо да Пятьсот! Я к пятидесяти квадратам записываю нолик! Тут сметана чуть замазала, но то нормально. Я не умею читать на их языке. Можете мне перевести? Копию юридически изовериную. Я изовериную, я тут самый главный бизнесмен. Нотариус, юрист. Да, все, я юриус. Лойер. Да, он лойер! Лойер! А дальше мы его... Радуван или Скорпион? Нету плана пока. Радуван и Скорпион замешаны в деле? Нет, нет, нет. Еще какой-то фараон. Кто такой фараон? Я не знаю. У нас строим макудональдс в кооперативе. Получаем комиссию. Два доллара. Я могу нарешать водопровод в твой гараж. Смотри, тебе доллар и нам доллар. И все. Мы доллар и я доллар. Мы доллар и ты доллар. Все. Я буду вашим партнером. Я был за партнером. Да, да, да. Бизнес, тогда делаем реальный бизнес. А ты как называешь это, чтобы мы тоже были твоим партнером? У меня называется... Хрича. 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 Ну да, логично. Ну это уже стекает, но... Ну что, поехали в Интерист. Вы тоже с нами пойдете в Интерист? Да, я очень любит Интерист. Интерист. Выпьем там по стаканчику, вешенебельного виски. Окей. И будем делать дела, как говорят американцы. Мы будем делать. Да. Я завожу машину по чуть-чуть, начинаю трогаться. Он кидается на заднее сиденье. Вы мне очень нравитесь. Вы выглядите как серьезный человек. Я думаю, у вас есть большие перспективы. Я передам, что тут есть кандидат на директор Макдоналдс. Я люблю директор. Я люблю директор. Я люблю директор. Все, директор. Гаражный кооператив. Я директорабол. Директор. Да. У вас есть солидное резюме. Да. Резюме... Все. Так что, тогда вы можете обсудить после. Когда сделаем дела? Да. Кстати, Радова ничего не говорил за свою... Ничего не говорил за меня, когда вы у него были. Радова? За квартиру свою. Поговорят, у него у него обчистили. Ой, кто же это сделал? А, Туча? Да, Туча. Ты нас наебал. Да, но мы договорились с тобой. Ну, это не его квартира. Ну, курас, смотри. Курас, смотри. Курас, курас. Не, 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 не. Я хочу просто уточнить. Побеспокоиться, как у него дела. Туча, это его квартира. Не пизди. У него таких квартир очень много. Одну он бы не заметил, но... Заметил. Ну, тебе повезло. Мы, ЛВВЗа, решаем серьезный бизнес. И своих не подставляем. Своих не подставляем. Мы Звездоград. Тут приехали эти вот... Американцы. Леди и джентльмены, я предлагаю отправляться в Интуист, как говорят американцы, время и деньги. Нужно ехать срочно. Доллары. Все, поехали в Интуист. Подождите. Я хочу выйти и, знаешь, взять немного пыли и на сметану на номера. Закрыть. Хорошо. Мерседес трогается, выезжает из кооператива гаражного, и подъезжает через спальни район Радуга и подъезжает к Интурист. Hotel. Большой. Капитальное строительство. Девец этажей. Интурист надпис «Блемает». Пова малышка. Когда включается, загорается надпис «Интурист». В соседних девяти этажках газнет свет. Когда включается двадцать, опять появляется свет в девяти этажках. Иногда «Интурист». Иногда турист, иногда инту, но по всякому, да, подъезжаете снизу, такой большой фешенебельный ресторан, стоят вооруженные люди на входе, автомобили стоят, тут стоят, ну, по вечерам сюда, все, у кого есть автомобили в Звездограде, все приезжают, бо все, ну, стоят, да, люди стоят, курят сигареты, общаются с девушками, мужчинами, ну, все, все со всеми там общаются, но. Двой, Слав, надень пиджак, будешь солидный. Ну, ну, так, ай. Пиджак? Да. О, интерес, very beautiful. А какой у тебя номер, американец? О, я не помню номер. А как вы найдете твой ключ? Администрация, там будут знать мой номер, я скажу им, как меня зовут, и не скажут мой номер. Там же еще к фараону на то зайти. А с чем коту есть? Я не знаю, но он, он хочет документы. Мне надо change money, поменять доллары на ваши деньги местные. Зачем? Чтобы заплатить в ресторан. Не меняй, не, 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 зачем менять? Я хочу вас угасить в ресторан. О, ну, yes. Да. Что он говорит? Диннер. Деловой ужин. Да. Он будет угощать нас всех в ресторане за свои валютные деньги. О, да. 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 Тут должен быть пункт обмена где-то в интернете. Да, да, да. Знаешь, Туча Христо, Туча и американец отходят. Вы стоите в лобби отеля. Возле вас стоит вооруженный молодой человек с автоматом калашников. Смотрит на вас. Я подхожу, знаешь, наверно, к окошку, стучу там. Там такая полстая женщина, знаешь, открывает маленькое такое окошко зарешоченное. О, hello, добрый вечер. Мне нужно разменять 20$. 20. О, черт. Долар. У меня есть? 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 Подождите здесь. Она закрывает окошко, встает, опускает бромированные жалюзи и уходит. Христо, Туча стоит рядом с тобой. 20? 20$. Где-то на ужин должно ходить. А вот, это ты, что у нас здесь, дамок. Мой американец. Можешь лезть. Пора бежать. Пора бежать! Пора бежать! Бежи! Он хватает тебя, заш... НЕ, нам нужно бежать! Он дошли, котащит его в лобби. Ты не стоишь, что же здесь тут же? 20$. Он... ОТЫ? Ты... Дебил! У нас всех тут ходят! Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш! Что это делать? Давай сделаем! Никто не узнал! Держи! Все, тебя никто не узнает! Господи! Все, так не узнает его! Все! Вот, нормально! Мои деньги надо подождать! Какой у тебя номер? Давай на лобби! Давай на лобби! Давайте пойдем к Вараону! Как Господи! Тебе нравится моя кепка? Тихо будет американцам! Вы идете один лобби или нет? Давайте идем к Вараону! Дай мне макетку обратно! Он не узнает меня! Какой? Добрый вечер! Какой вечер? Да, я тут живу! В отеле! Интересно! Помните меня? Ваше имя? Бен Шоемейкер! Я забыл какой у меня номер! King Size Deluxe! Extra Deluxe? Extra Deluxe! А номер какой? Дверь? Один! Один! Пентhouse! Дуо! 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 Придется немножко пройтись! Не че его! А ресторан, до какого часа работает у вас? Дуо! номераль добавки Дуо! Ду�ем mechanic? Да, турническая облава! zna, до облава! Дуаа уりました? Да, облава работает героев! Пронятно! Одно отılan вопрос, Я там менял доллар, двадцать долларов, попросите их, я думаю, они пошли за деньгами, попросите их принести мне деньги в номер, если можно. Конечно. Американец, иди сюда. Я менял, в прошлый раз менял деньги, поменял пять долларов, мне дали большую спортивную сумку, с этим, макулатура. Я думаю, они пошли выгружать и save money. Бен, Бен, Бен. Да, это мой имя, правильно. Один доллар, ты дашь человеку, он возьмет пистолет и бум, бум, бум убьет, кого хочешь. Один доллар. Один доллар, да. Слушай дальше. Понял? Ты дал двадцать долларов. Двадцать долларов? Бабка, ты дал бабке доллар. Она закрыла, ааа, я богатая, и она, ооо, бежит, кричит, ааа, я богатая. Она украла мои деньги? Это же очень нелегально. Я посадил за это, к полиции надо позвонить. Не за полицию. Генерал, может у вас есть знакомые в полиции. Это нельзя оставить так. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Ну я думаю, что все решиться. Весна Лалич, это прекрасная обувь, которая меняла деньги, работает на златку делового. Она не убежит с вашими деньгами. Не беспокойтесь. Ваши деньги под очень надежным, контроллабл. Хорошо, я верю, что вы порядочные люди здесь. И вы не принесете наличку в номер. Продолжение следует. Ваши ключи? Да, да. Простите у нас облазить немного... Прошлась. Я думаю скоро будет. Доброго вечера. Я был у нас, когда вы заселились, я не могу упомнить вашу фейсбалл. Вы сделали прическу. Я достаю там, не знаю, какие-то монеты. У тебя уже все осталось. Несколько монет там осталось. Ты отдал доллар, я отдал 20 долларов. Я ставлю, знаешь, широкой улыбкой. Протягиваю это там, не знаю, 20 центов. Это вам начали. Хороший вечер. Кинь К6, если у тебя выпадет 5,6, значит у тебя еще деньги остаются какие-то. Если нет. 6. 6, у тебя еще остается пару центов на карманные расходы. Вот такой. Рад вас снова видеть, господин, как вас звали? Это неважно. Я Метерс Дотел. Благодарю. Увидимся. Хорошего вам вечера. И вам тоже, господа, добро пожаловать в Винтерист. Учать с челюстью проблемы? Нет, это английский язык такой сложный. А, надо так? Хорошего вечера. Хорошего вечера. Если так говорить, то мы будем говорить на английском? Вен, ты меня понимаешь? Роналдо. Роналдо. Сэм. Роналдо. Что ты говоришь? Роналдо. 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 В какой-то момент вы замечаете, как в фойе двери открываются. Заходят, знаешь, один за другим. Очень по-деловому. Шагают так, чеканят шаг. Громко их туфли начищенные. Ступают по плитке отеля. Роналдо. 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 Just kidding. Роналдо. Какая демократическая исполнительная служба. Приблю, че не попадаться. Если бы я бросаю D6, если выпадает 5-6, лифт не приезжает. Два. В какой-то момент, знаешь, пум, открывается лифт. Где из вас замечают, такие, такое, курас, курас. Они все так оборачиваются в вашу сторону, идут к лифту, лифт такой, пум, закрывается. Лифт уезжает наверх, до седьмого этажа. Так. Дяди, сто проблеми. Ты нравится здесь? Все такие френдли, дружелюбные люди, все вокруг улыбаются. Вы улыбаетесь, очень приятное место. Я думаю, у нас дела пойдут с вами. Ну вот, и в Звездограде. Звездоград это... Причное место, так. Место, пожалуйста. Место, пожалуйста. Такое, все. Такое, вы выходите в коридор. Знаешь, мы идем по коридору. Очень приятное место. Кристо, тут же идет за... Давай, быстро, быстрее, быстрее. Быстро. Вы доходите до лестничной клетки, идет наверх куда. И замечаете, как в коридоре номер 323 стоит дверь. На седьмом этаже, вы как раз уже поднимаетесь выше. И номер 323, вы видите, как возле него стоят несколько буржурных человек. Все в плащах. В беретках черных. В очках все тоже. В отличии от Геннис, они все усатые. Все полностью усатые. Нет, они не усатые. Нет. У них у всех такая черно-синяя щетина. Очень такая черно-синяя. 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 И они такие, знаешь, стоят и так все смотрят по коридору. Иногда кто-то заходит, выходит из номера. Они так смотрят, провожают вас взгляд. Секрети. Туда в тот номер говорил, что надо прийти фараон. Ну так, кто то есть. Я не знаю. Никто не знает, кто то есть. А как же никто не знает, то не надо. Он говорит, что он тебе сможет... О... О... Мой номер. В пентхаус. Но он звонил Ракидичу. Вернемся обратно. Это вот. Уиски Спешл Экстра Люкс выпьем. И потом можно пойти к фараону. Вы поднимаетесь на девятый этаж. Там один номер. Экстра Люкс Делюкс Кинг Сайз комната. Ключ подходит. Дверь открывается внутрь. Линолеум на полу. Красивый ковер. Дубовые панели убиты по стенам. Красиво. Так все. Побелка новая. Евро ремонт. Очень все роскошно. Красиво. Такие. Цвети таки разцветают с лампочками. Да, цвети с лампочками. Искусственная пальма в углу стоит. Все очень красиво. И таки диван. Телевизор. Здесь видно звездоград. Видно звездоград. На весь звездоград. Одно окно выбито было. Но оно так аккуратно. Все красиво. Сильно заделано. Клеенкой. Заделано очень черно. И такое красиво. Оно выглядит как будто там кого-то выкинули оттуда. Да. И в спальне картины с голыми женщинами. Да. В спальне картины с голыми женщинами. Натяжной такой потолок, который чуть-чуть почти зеркальный. Да-да-да. Нет. Там такая кровать большая. Такая розовая. И на спинке такое полукруглое. Там такое зеркало большое. Знаешь, когда заходит Бен в номер. Он одобрительно осматривает его. Цокает. Очень красиво. Тут уже лежат какие-то американские вещи. Кроссовки, шлепки. Джинсы. Джинсов нет. Пока что нет. Недоеденная еда. Недопитая бутылка шампейна. Все есть. Очень красиво. Телефонная трубка лежит. Кто-то забыл на место? Представьте, я ставлю на место. Немножечко растрепанский этот... Растрепали немного на кровати. Одеяло. И в душевой включил душ. Кто-то забыл. Наверное забыл выключить душ. А видно какие-то туфли или обувь второго человечка? Пойду гляну кто-то. Нет. Тут только американская обувь. Оу. Ну следы какие-то в армии грязи. Бе-бе-бе. Я наверное забыл выключить воду. Совсем забивал. Последнее время стал забивать все. Если он забыл выключить воду, то наверное у нас воды не будет неделю. Пойду выключу. Капиталисты. Подключаешь воду. Что вы делаете тем временем в номере отеля? Я смотрю есть ли экстра люкс напитки. Я смотрю есть ли экстра люкс предметы. Предметы. Хорошо. Напитки в баре прямо есть. Есть мартини, чинзано, есть метакса. Греческая. Греческая метакса есть. Все есть что хочешь. Есть бутылочка минералки полутора. Такая 0,7-0,5 литр. Такая газированная. Да. Все есть. Роскошно. Экстра люкс. Экстра люкс предметы, которые ты хочешь отыскать. Отыскать экстра люкс. Ну давай сделай мне брусочек D20. Давай я сделаю брусочек D20. Экстра люкс. Экстра люкс. Упаковка мыла. Ты находишь несколько пакетиков одноразовых шампуня. Находишь один ген для душа одноразовый. Тапочки такие одноразовые. Очень красивые белые тапочки. Очень легкие такие. Воздушные. Ходить по базару будет очень приятно. Нога дышит. Нога дышит очень. Никто. Самое главное полотенце. Да, полотенце с номер отеля и турист. Вышивка с золотом. Такие можно надеть на себя так накинуть сверху и пойти в ресторан вечером. И если что, потом до Отска Спиритону. Да, кстати, да. Пока они рассматривают вот этот номер шикарный, я закрываюсь в ванной. Там, наверное, знаешь, горячая вода из душа текла. И запотело зеркало полностью. Я подхожу к зеркалу, протираю. Открываю холодный экран. Умываюсь некоторое время на лицо. Смотрю себе в глаза в зеркало. Бен, реально? Что теперь с этим делать? Умывал еще раз пот и выхожу на обратный клип. Хорошо. Что? О, шит! Вы видите, как Бен выходит, у него в руке все еще этот чемодан прикованный к наручникам, к руке. А ты видишь, как они тем временем, знаешь, как обезьяны, которые разбежались и каждый что-то прячет. Бутылку мартини, там тапочки, знаешь. У меня так за пояс вот сюда засунута бутылка. О, я как раз хотел налить, поэтому, да. Да, давай, давай, тут где-то должны быть стаканы. Я, знаешь, начинаю смотреть, где бы могли быть стаканы. Да, да, да. Знаешь, он некоторое время ходит, потом, наконец, находит стаканы. Понимаешь? О, вот они здесь. Да, точно вспомнил. Причем ты видишь, что возле бутылки недопитого шампанского стоят два бокала. А есть помада на втором бокале? Да. Помада. 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 Дорогая. Знаешь, нюхаю. Пахнет ландыш. Оно не пахнет, как Ванга Джорджевич? Не. Это еще дороже помада. Пахнет валютной проституткой. Давай. Ой, слушай. А может, пока я колпалась, я могла видеть документы? Документы. Документы. Документабль. Это очень сложная проверка. Сделали, пожалуйста, проверочку, но то будет проверка мутного. То будет проверка мутного. У нас... Можно, пока мы здесь все это время находимся, я бы хотел пробовать найти какую-то сброю. Ооо. Давай так. Кинь Д6, если выпадет 5-6. Ооо, точно. 5-6, если выпадет, может быть, найдешь сброю. Все нормально. Какой способ? 6. 6, вау. Окей, хорошо. Почему нет? Давай сделаем проверку. Хорошо. Давай. Готелов, ты копаешься в... лежит mp5, с одним рожком, чтобы это не значило, это самый-самый классический пистолет-пулемет из боевиков, причем такой, знаешь, с маленькой ручкой еще, не совсем, это игрок очень много, я его нарисую, американский пистолет, неважно, я тоже не знаю, как он выглядит, я, знаешь, закрываю матрас и сажусь прямо на это место, где он под низом, и что дальше? Окей, сейчас. Знаешь, я, наверное, сажусь на... Вот этот красавец, классический такой, очень классический, пистолет-пистолет. Я сажусь, знаешь, на диван кожаный, может он не с джерлантин, а белый кожаный диван, и там, короче, такой кофейный столик стоит, стеклянный, и с ваза с цветами, ставлю туда стакан, сажусь и, значит, закидываю ноги так валяжно на этот стеклянный столик и показываю... Генерал, присаживайтесь, будем обсуждать дела. Так что, где ключ у вас, который открываете... О, пардонте, у меня ключ. Он должен быть где-то здесь. Сейф, точно. Так, сейф, где же он был? Хожу, подхожу, там, наверное, какой-то шкаф есть, типа, открываю дверь, уверенный, что там внутри должен быть сейф. Там нет сейфа. Может быть он здесь, черт. Вот эта картина, где... Кинь, кинь до шести. Если выпадет 5-6, может быть ты найдешь тут сейф случайно. Четыре. Вы видите, как Бен ходит по номеру и ищет сейф, которого нет? Бен, ты точно знаешь? Ты тут точно жил? Это американская традиция. Горова болит чертовски. Не могу вспомнить, где сейф. Помогите мне найти. Ты когда потираешь, ты в чеснок звездочкой фляпываешься. В этот ветт. Тук-тук-тук-тук-тук! Обслуживание номера! О, наверное, принесли нам закуски. Христотуча приподнимается с дивана. Меня немножечко... Очко жалость. Я знаешь, я хочу... Он подходит к окну, усматривая город тем временем. Я знаешь, я хочу нащупывать рукой. Знаешь, лезть под матрас, нащупать рукоятку и потихоньку пытаться достать незаметно. Я хочу, где это, чертовс, я хочу картину одну срвать, вторую. Хорошо. А я хочу найти балкон. Потому что там, знаешь, балконы, они же как-то... Да, тут очень балконизация. Балконизация, потому что французский балкон. Балконизация. Это не только французское окно, только французский балкон. Нет балкона. Просто есть окно, которое открывается, и там есть перилка. Окно с перилком? Ну то добрее, чем не балкон? Доброе. Ты начинаешь точек тоже. Сделай мне, пожалуйста, бросок Д6. Но если выпадет три и больше, ты, может быть, найдешь сейф. Тем временем, тук-тук-тук-тук! Обслуживание номеров! Четыре. Окей. Давай я открою. Пойди, я открою. Спасибо, мой друг. Посмотри в глазок. Перед тем, как открыть. В глазок посмотри перед тем, как открыть. Глазок? Глазок, но та дырка там в двери. В отверстие. В отверстие. Ты уже как американец. В отверстие. Ты уже как американец. Так, смотрю в отверстие. Смотришь в отверстие. Перед отверстием стоит такая старая миловидная женщина, которая очень натянута улыбается от уха до уха. Американка пришла. Да я как американец. Не так делает. Да ну не бри. Когда ты смотришь, еще раз видишь, как у него пот стекает по лицу. Ей жарко. Я деньги принесла. Открывай, но принесла деньги. Да открывай. Хорошо. Ты открываешь дверь. Внутрь заталкивают женщину, которая у тебя ударяется. И следом за ней в номер врываются вооруженные люди. Вооруженные в темной одежде. Начинают стрелять. Начинают стрелять во все стороны. И кричать всем на пол. Лежать. Руки за голову. За спину. За плечи. Лежать, сука, на пол. Тво. Ратата. Открывается огонь по номеру. Ты тем временем как раз откидываешь какой-то шкаф. И видишь, что сейв пытались вскрыть лобом, и он лежит просто спрятанный за шкаф все это время. Пули летят по всему номеру, деравят все. Да. Я уже все это время, я уже наверняка тянулся до рукоятки наверное. Я хочу выхватить его. И тех, кто первые забегают, первый раз держа ствол в руках. Пытаться выстрелить. Так, окей, начинается стрельба, для начала, все сделайте мне проверку Т6, и мы посмотрим, никто из вас не обосрался от звуков выстрелов. А какая сложность? Хорошо, ищите дубли, у кого выпадут дубли, пожалуйста, 2D6, должны выпасть дубли, да. Если выпадают дубли у кого-то, то ты обосрался, да. Типа 3-3, 2-2, 1-1, 4-4. Нет дубля, 6-3. Хорошо, все прошли, да? Никто из вас не обсырается, пули начинают лететь во все стороны, грохот, сыпется штукатурка, разлетаются вздребезги серванты, разлетаются в стороны просто осколки разбитых этих бутылок из-под шампанского, люстра падает вниз. В этот момент Войслав достает MP5. Я достаю, запрыгиваю на кровать, стою на нее и начинаю так жмалять просто. Ну все, взял мне, пожалуйста, проверку, это будет проверка на, я думаю, что-то скорее всего. На резкого? На резкого, потому что ты просто начинаешь палить во все стороны. У нас есть переброс? Я могу перебросить? Нет. Нет. Сколько у тебя бутает? 6. 6. Ты начинаешь палить во все стороны просто. Скажи, какая у тебя матерость? Матерость это что? Это твой ранение рейд. Да. А, ничего, пока что еще. Нет, там 4. Мы выбросали в самом начале игры, ты должен был прокинуть до 6. А, я не помню. Найди матерость. А, матерость 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Хорошо. Пули летят в твою сторону, знаешь, и, ну то есть, ты начинаешь стрелять просто из этого, ты знаешь, по-крутому держишь одной рукой, просто стреляешь в направлении двери, тебя замечают, знаешь, прячутся за угол стены и начинают стрелять по тебе, как по первому, кто по ним открыл огонь. Ты чудом как-то уцелеваешь, падаешь куда-то за рван, знаешь, за кровать, все еще стреляешь куда-то в потолок из этого МК-5, грохот, стрельба. Да, у вас есть доля мгновения, чтобы среагировать, когда в номере просто, знаете, вот, хаос обрушивается на это замкнутое пространство, грохот, выстрел, страшнющий просто, что вы делаете? Я, знаешь, наверное, осматриваю помещение в поисках, куда можно свалить, куда можно убежать отсюда. Балкон! Я осматриваю помещение, только балкон. Давай так, это твой интерес, сделай, пожалуйста, проверку на резкого. Я паникую. На резкого сделай проверку, чтобы определить, да. Шесть. Шесть. Ты пытаешься поднять, куда можно выбраться отсюда, да? Да, да, да. Смотри, по сути, есть вот этот французский балкон и, может, есть строительные леса, знаешь, где делали просто обнову фасада этого здания, короче. А, нет, там, знаешь, там заштукатуривали такие муралы, короче, старые, которые остались… Муралы, которые, да, остались… Со времен. Да, 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 со времен этой Объединенной Братуславской Республики, короче. Вот. А, ты пытаешься это… Ну, ты видишь просто единственное, это эти леса, но, как бы, до них добраться нужно выбраться на этот французский балкон и по карнизу туда добраться, короче. То есть, других способов выбраться из номера нет, то есть, ты их не видишь. Что делают остальные, Радова? Радова, Рурнал, ну что ты делаешь? Я, когда открывается дверь, эту женщину заталкиваю, знаешь, из нее прячусь, падаю, наверное, они начинают там шмалять, он там… И вот женщина, она берещит, лежит на тебе… А он там… Да, Рурнал. Я хочу посмотреть, кто пришел, мы знаем их или что это вообще? Первый раз видишь, это обалы вооруженные, все вооруженные автоматы… Не, у них у всех эти чешские маленькие такие скорпионы, короче, пистолеты тоже такие… Маленькие пулеметы такие, автоматы маленькие. Ты не знаешь, пистолет, пулемет, это маленький автомат. Маленький автомат. А сейф он какой? Большой или… Такой маленький такой. Я хочу взять этот сейф и так… И в окно его… Просто… Выкидывает сейф, пробивает окно, и с девятого этажа вниз, на проезжую часть. Ты что делаешь, Рурналдо? Я такой… Я такой… Генерал… Генерал майор Ракетич! Что делать? Майор… Генерал Ракетич! Я хочу залезть и посмотреть, или можно через него… Ты, знаешь, пролазишь, видишь, там такой кармис, который тянется в одну и в другую сторону из номера просто. Все. Больше ничего. Я… И там, знаешь, вот это… А, ты просто если вылезешь, ты под этой вывеской «Интурист», которая мигает над головой, ты будешь под ней просто краситься. Я хочу вылезти туда и так краситься, вот так, в общем, не упасть. Хорошо, ты под огнем пытаешься выбраться, сделай мне, пожалуйста, проверку точно так же на резкого. Так, о, значит, двенадцать. Двенадцать. Ты, знаешь, пули вокруг тебя просто разносят в дребезги, в пухи праха эти окна, рвут эту клеенку, которая затянута одно окно. Ты как-то чудом выбираешься, военная закалка, ты выбираешься на кармис и забираешь на девятом этаже просто над проезжей частью, где сейф упал на такси, которое как раз ехало, и там ДТП сейчас. И там менты уже, знаешь, и сверху стрельбаемся, люди, там шум, пожарная приехала, скорая пловно, пожарка приехала, и тебе такой, знаешь, газовая служба. Твой китель на ветру раздувает. Я, знаешь, я хочу залезть туда на одну из этих «Интурист». Да, на «У». На «У», я хочу над ее залезть. Хорошо, ты везешь пока что на «У». Хорошо. Не, Зоренька, что ты делаешь? Я, наверное, я же открывала этот балкон. Когда я понимаю, что пахнет жареным, я, наверное, хочу коблуками зацепиться за карниз, чтобы не упасть и пытаться двигаться. Ты тоже хочешь выбраться на карниз, да? Хорошо, тоже проверка нарезка, пули стрекочут вокруг тебя. Двенадцать. Двенадцать. Ты тоже легко выбираешься на карниз. Коблуки! Ты видишь, как висит, висит рядом с тобой. Йокич висит на букве «У», над вами плымает вот это все освещение, заливает красным светом, очень роскошно сейчас. Ты видишь свое отражение в окне, в красном свете и сделай мне, пожалуйста, проверку на ровного, чтобы не задержаться и не начать себя приводить в порядок. Вот ты первый раз себя такой красивой видишь. Какой-то неоновый демон, да? Семь. Семь. Я, знаешь, в какой-то момент смотрю наверх на лампу накаливания, на стакан виски со льдом. Так. У меня клик. Я выплескиваю просто, знаешь, на вот эту раскаленную стеклянную лампочку, холодный ледяной виски с кубиками льда. И подозреваю, что она в этот момент взрывается, становится темно. Взрыв в номере. Лампочка единственная, лампочка в номере Deluxe гаснет в этот момент, окружает номер во тьму. Теперь в номере только роскошные вспышки от автоматных усилий. И красный свет заливает из улицы, и вот тут ветер задувает, и вот так вот. Знаешь, я начинаю пробираться через, наверное, кровать, которая между мной и выходом в окно. Там между двумя половинами кровати. Нога проваливается, что-то цепляется. В какой-то момент я пытаюсь двигаться, короче, к окну. Хорошо, тоже мне, пожалуйста, проверку на, знаешь, на дерзкого точно, на резкого, на резкого. Хорошо, о, черт, три. Три. Знаешь, давай так. Кажется, я вывихнул ногу, пока... А, вам самую матерость нужно определить. Сделай, пожалуйста, 2 до 6 и выбери высшее значение. Высшее значение. Пять. Пять, у тебя матерость пять, окей. А ты три выкинул только что? Да. Хорошо. Ты выбираешься наружу, и в этот момент пуля задевает тебя. И первое ранение ты получаешь, и у тебя волевой шок. Ты падаешь просто, может быть, даже вываливаешься на карниз, но ты просто прижимаешься к карнизу, у тебя нога ранена. Знаешь? У тебя шок, ты такой, аааа, не можешь двигаться, не можешь ничего делать, тебе страшно. Когда, когда я пробегал через кровать, и то, во что я запутался, это кружевные женские трусики, я ими зацепился за пять перила балкона и вяжу на них. Хорошо. Вы видите, как Бена ранили, вы видите, как единственного из вас первый раз ранили. Ау! Все, кто это видит, все, кто это видит, все, кто на карнизе в этот момент, вы сейчас тоже шокированы, либо вы сжигаете крутость для того, чтобы не быть шокированным видом ранения. А если я все еще смотрю на себя, или я уже не смотрю? Я думаю, что это прерывает твои размышления. Мой мужик, который висит на кружеве. Да, у него кровь. Кровь! 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 Американ бой! Что наделал? Я, наверное, в какой-то момент начинаю очень дико паниковать, зажимаю, пытаюсь зажать рану рукой и понимаю, что по чуть-чуть начинает теряться сознание, темнеет в глазах. Хорошо. Вы все, кто на карнизе, ты на карнизе и ты на карнизе. Я нет. Только вы двое на карнизе висите. Вы видите, это ранение, короче говоря, и у вас шоковое тоже состояние. Вы точно так же начинаете паниковать. У вас паника. Если вы хотите избежать паники, вы можете сжечь пункт крутости. Если у вас есть крутость. Да, я сожгу. Хорошо. Мойерная закалка. Зорика. Да я знаю. Паникуешь? Да, что делать? Зорика, как ты паникуешь? Ё-й-й-й-й! Паникай! Жесть-то стало, да? Кто раз ты умрел? Умрел! 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 Ты еще в номере, ты еще в номере. Я все лежу под жирной женщиной. Мамо, если чуешь меня, мамо, просите меня, пожалуйста, я хотел учиться, честно, украл два динара, ну, глупый был, молодой, ну, пиво хотел, у мамы, ну, пиво хотел, ну, пожалуйста, прислушиваюсь. Ладно, ты не волился? Да! Ладно, что ты хочешь услышать, что с Боженком есть, что с Боженком? Роналду очень набожный человек. Дуже! Хорошо, Роналду, давай так, в Балканах это серьезно, сделай бросок, если вы под дед один или два, может быть, что-то услышишь. ДВА! Ладно, что, ты не жишь, так, ааааа, подеду женщину, на какой-то момент затягивается и така, успокойся и беги. Я помогу тебе. Целую тебя в лоб. Встречайте с глазами. Я на такую встречу с глазами. Я на такой ее, спасибо, я ее просто толкаю на пистолет. Хорошо. Я толкаю на пистолет, она такая, ааааа, оборачивается, что-то, ну, к стрелку. Я бегу, спасибо, маму, я бегу. У нее рвутся бусы, готово рассыпается. И ты просто, знаешь, бежишь, ты лежишь за диваном, еще стреляешь просто в потолок, и видишь, как мимо тебя проходит эта женщина и бусы. И она такая пробивает с собой стекло. Баба, пистолетовая ножа. Призрак доспеха, блин. Не пиздец. Знаешь, когда падает, она запутывается в тюле. Знаешь, за ней разрывается. Тюль. Там должен быть момент, что такое все супер, невероятно красиво, она так падает. А когда она запутывается на тюле, она ее просто раскатывает, и она бьется, блядь. Голову разберет и просто падает. И она еще падает, она бьется, блядь. А мы главное, мы не скажем. И падает рядом с сейфом. На такси. Я вам зацюкся, Ягич. Я вам зацюкся, Ягич. Я вам зацюкся, Ягич, сарабич. Сарабич Ягич. Ягич держится так за эту букву. Я не знаю. И в один момент начинает... Карниз начинает тянуться вниз. И должен... У. Начинает отрываться. И... Ты чувствуешь, как ты начинаешь, знаешь, ослабевает хватка. Сколько в этом номере вообще комнат сейчас? Это лукс. Тут четыре комнаты. Я знаю, что здесь должна быть пожарная лестница. Хорошо, давай. Я хочу... Знаешь, я сейчас темнота была, но я хочу ползти просто в какую-то случайную комнату, другую. И просто рандомно пытаться найти в этой комнате пожарную лестницу, которая может быть за окном снаружи. Окей, хорошо. Ты добираешься, конечно же, в пожарный проход закрыт на колодку. Но у меня есть АП-5. Я видел в фильме. Я по видику. По видику. Как отстреливают замки. Хорошо. Давай, давай попробуй сделать проверку. Семь. Семь. Этого недостаточно, у тебя заканчиваются патроны, как АП-5. Пули разлетаются во все стороны, значит, не кошетят по номеру. Падают огромные часы с кукушком на землю. Колодка так и висит просто на дверях. Извини. Я, наверное, стою, если на перелоге, я кричу. Садим. Войслав, вкурац! Убегаем, Войслав, вкурац! Слышишь вопли, вопли просто Роналду из соседней комнаты скволь стрельбу. Это ведь окно просто. Что, где? В пожарной рейсе, за которым я просто с собой пробиваю это окно. Стекло вылетает, короче, ты падаешь на такие ржавые решетки. Держишься за них, знаешь. И это, знаешь, пожарная лестница, типа эта длинная лестница, которая, вокруг которой такая еще, знаешь, решеточка есть, в которую ты пролазишь просто. Ты заладишь в эту дырку и замечаешь, как вот эта огромная надпись «ИНТУ» начинает медленно отваливаться, на которой висит этот ёкич… Роналду, лезем вниз! У меня есть идея! Американец! Лови! Я хочу разбежаться и словить майора генерала Ладыча, Ракичича, чтобы потянуть надпись, как она начала отваливаться, чтобы она чуть раскаталась до его лестницы. Доброе, сделай, пожалуйста, проверку. Это будет дерзкая проверка. Я, наверное, перед тем, когда смотри, как делают звездограды американский капиталист. Шесть, четыре, одиннадцать! Роналду, ты выпрыгиваешь, хватаешь Йокича, Йокича, отрывается полностью, за ней буква Т. И, ту, р, и, с, ту, ба-ба! Всё летит вниз! Лови, американец! Хотель теперь называется И... Эта надпись летит вниз, отрывается, во всём районе гаснет освещение, и огромное, это, вся слово ударяется в лестницу пожарную, которая тоже начинает отклеиваться, повисает немного вниз. Она на монтажной пене прикреплена была. Да, она на монтажной пене была прикреплена просто. Это всё замирает в робкой нерешительности. Сверху продолжается стрельба, и ты висишь... В какой-то момент я теряю сознание и падаю на надпись. Хорошо. Американец падает на надпись и где-то зависает... Значит, начинаю медленно съезжать по ней. Хорошо, я падальмап нарисую. У-р-ист. У-р-ист на У висит Йокич. У-р-ист. Она, наверное, так под углом стоит, я медленно начинаю сползать. Хорошо. А бэнд падает на букву Т. Бэнд на букве Т. Между вами один три метра, и там лестница, на которой Войслав висит. А я вишу на Йокиче, да. А ты висишь на Йокиче, хорошо. Зорика, все это рушится вниз. Что делаешь? Кто-то, а что делать? Я не знаю. Зорика, стреляют. Вот господи Донас. Ты молишься тоже? Зачем? Что ты хочешь добиться? А что делать? Я не знаю. Йокич не скажи Мишу делать. Элвич хотел меня замуж и делать теперь на букве У вместе с Йокичем. Только Бог у меня и остался. Прошло молисьа. Один, два. Новая механика будет. Да, молитва. Молитва, пять. Тебе не помогает молитва. Откураться. Зачем? Я просто становлюсь. Наком и ползу по карнизу в тесто. Туча за тобой влазит и тоже ползошно. Зорика, подожди. Зорика. Он пытается тебя обогнать. Вот начинается балканский твистер. Так он говорит. Я каблуками его по лицу. Пусти! Он борется за свою жизнь теперь. Сам пусти! Делай проверку на дерзкого, чтобы собитать тучу, чтобы он тебе не мешал. Каблуком в лицу. Да, так и планировала. Но, к сожалению, восемь. Но, есть один пункт вот этой штуки. Крутость. Не крутость, а то та. То крутость. То крутость. А шо? Давай кидай. А можно автоуспех? Давай кидай. А то можно автоуспех. А то можно автоуспех. Ну ой. Курва. Курва. Туча обгоняет тебя. Просто отталкивает туда под выстрелы и лезет дальше. У тебя сколько в сумме выпало? Восемь. Восемь. Тебе везет, потому что ровно на твоей головой пули свистят. И, может быть, одна пуля срезает несколько волос на твоей роскошной голове. Хуже. Хуже? Они пробивают мой новый шарф интуризм. Срывают полотенце и оно улетает. Курва. Туча обгоняет и тоже лезет на букву У к вам, короче. Роналдо, давай разкачиваем это, чтобы ближе к леснице. А где Зорика? Зорика! И в этот момент буква У отрывается еще ближе. Ты видишь, Зорика остается одна на карнице, Роналдо. Кто-то вспомнил! Теперь вспомнил! Кто теперь бы не робить? Кто бы не робить, Охома? Прыгай, Зорика, прыгай, мы тебя словим. Да куда ты видишь, не до 109 этаж, Йокич? Я раскачаю в вашу сторону. А ну раскачивайтесь, он сюда в антажную пяду раскачивайте. Кто с те буквы американцев раскачивается? Цирк, сусорей. Ты лови, ты лови, ты лови Зорику, я американца. Американцы ловите, ловите лестницу ловите. Ну давайте, лови. Знаешь, что я хочу сделать? Залезть так в лестницу, знаешь, туда ноги и так опустить. Какой круг сделать? И так, американца, спалите меня. Это, это учат, это акробатическое, акробатическое, акробатическое. Это шапито. Знаешь, когда это делают? Когда напиваются с корпоратива и на этот, на, господи. На ферму? Нет, приходят подтягиваться. И когда, а я могу солнышко сделать, и там падают. Ты делал такое солнышко на пушке танка. У меня есть такая фотография, где я так вешу на пушке танка. Ахахахахахахахаха Что за белое? Техольский альбом, да. Я рядом генерал такой удовлетворительный сны. Ребята, сэкни, напишите плюсик, если кто-то хочет такой, это, календарь, календарь. А еще лучше, пожалуйста, я хочу, я хочу фан-арт с этой фотографией, Алмейская фотография Йогича. Пожалуйста, умоляй меня. Христом Богом, прошу вас! Добре, делай, пожалуйста, проверку на ровного. Для того, чтобы сделать этот трюк. Я помогу ему, я ж бежу на его ногах на самом деле. Ты помогаешь ему вместо того, чтобы поймать за руку. Да, ты должен. Я хочу помочь, я хочу с лестницы так взять за руки. Снизу. У них все лета, а что ли? Парды, парды! Парды, парды, парды! Мой слабо тебе, Дакович держит тебя, Йогич. Держи! 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 О, так. Девять, десять. Десять! Как ты ловишь? Как падает американец, как ты его ловишь? Я вижу, как летит сначала кепка американца. Да. Потом очки. Потом какие-то два цента. Я хочу их слабить надумаю. Я не буду это делать. Я лучше слабую американцев. И в один момент я протягиваю руки и ловлю его, как он пролетает рядом. Ловишь его за две руки. И вы такие трое. И кейс, знаешь. И болтаетесь, знаешь. И кейс надо тебе болтаться. И кейс надо тебе болтаться. Черт палецу, наверное. И знаешь, на ботинке все еще запутанные вот эти кружевные. Какие-то трусы слабило тебе, кажется. Хорошо. Зорика, прыгаешь? О, Зорика. О, это курва. О, это курва. Если меня не слабишь, Элвиш, я тебя забью. Понял? Я не слаблю. Я не слаблю. Я не слаблю. Знаешь, как это делаю? Я вот так вот начинаю слазить. Знаешь, юбка начинает трескать. Я рву колхоты от карлиса курва. Одно любимые колхоты. Элвиш снова выменит. А она не знает. Я золо попробую. Знаешь, что ли? Я просто каплюком ставлю. Пытаюсь попасться куда-то. А, да. Ты отпускаешься наконец-то, чтоб прыгнуть туда вниз. Делай, пожалуйста, проверку на ровном. Для того, чтобы поймать Зорику. Перебросок нет. Возможно. Песня называется This beat Вечно твоя. Вечно твоя. И я спо... Ладно. Ладно так быть. Может, я получу бонус от нашего серьезного человека. Я вспоминаю детство, когда я увидел ее в первый раз на Базаре. Она уже тогда торговала с кем-то из родственников. Я видел, как она крадет динары. Какая женщина, я подумал. Соберу достаточно денег и женюсь на ней. Я продавала грецкие орехи, которые сама же сидела и чистила. Мне руками. Зеленые руки. Я причем их ломала, типа, с ума и так чистила. Я такой думаю, как же это красиво. Потом вижу ее возле Лангошной с этим ублюдком. Думаю, отрежу ему яйца и пожарю воблет. И потом, последнее, что я вспоминаю. Я стою возле этого, возле магазина, где видно мое отражение. А там сзади костюм. Такой, этот костюм будет мой на моей свадьбе с Зорикой. Я это сделаю. Даст ли мне это плюс один кубик серьезному человеку? Как я серьезно намерен на этих на шеи не ехать. Я смотрел, как она орешки ломает. Трескает орешки. И ломает, и трескает. И трескает, и ломает. Но, да. Вот он, бонусный. Есть еще один? Такой вот, средненький. Но он влазит. Он влазит, да, я пробовал. Чашка, шторканчик для дайсов. Новый мебель. Новый мебель, да. Зорика, я от тебя. Курас! Курас! Хватает, чтобы не хило. Ну, ровную тебе сколько? Девять. Это так, да? Девять. Хватает. Девять. Зорика, в какой-то момент ты... Падаешь, срываешься практически. И последний момент. Рука. Рука. Роналдо. Ловит тебя за ту самую руку, которую ты трескала орехи, когда-то в детстве. Хтиш! У меня встречается взгляд. А что она перевешивается? Я ее так и шоку. Зорика. Курас! Я был в детстве. Я чертень парал. Сань, ты чего, я не знала? Да пусть они меня. Аааааа. Это меня устроено. Ты всегда была такая прекрасная. Ты знаешь, там была разбита... Пусть они меня? Да, да, да. Подумаю ее на букву У. Да, да. Она уже открытая. Киев же. Знаешь, да, там уже все, Рушится вниз, вы уже где-то до третьего этажа спустились, и теперь, знаешь, по лестнице можете все сбежать вниз в какой-то момент, и просто бежите вниз, просто бежите вниз из отеля, выбегаете на улицу, тут на проезжей части женщина упала на сейф, пожарники приехали, скорая помощь, люди, некоторые приходят на полароид, фотографируются рядом с сейфом женщины, уже приехали молодежь на девятках, курят, слушают музыку рядом, смотрят на верхнюю перестрелку, я вижу, что американцы положили, знаешь, он там подбит, я такой, ждите, надо привести его в порядок, он же только понюхал это, да, 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 я умираю, выпей, выпей этого, только не нюхай, умирай хотя бы мужиком, это его распутали, так сейф, а ну, отойдите отсюда, я хочу сейф забрать, ты переворачиваешь женщину, там сейф, на такси, берешь этот сейф, а мерседес ваш рядом, туча подбегает, миротворцы едут, быстро, быстро, миротворцы едут, быстро, быстро, сейф чеснок, сейф чеснок, сейф чеснок, сейф чеснок, все, садимся едем, заводимся. и ваш Mercedes-Benz мчится по проспекту от готеля INN куда-то вдаль вручные улицы звездограда плюс 39 за бортом делаем небольшой перерыва для тех кто на YouTube увидите все через неделю а еще по-моему американский пьяный Витенька, выключайте трансляцию выключайте